Ребята, привет! Я свой влог начинаю вон где. Смотрите, я еду по лесу, а здесь настоящая зима. Машины пролетают. Вот сейчас смотрите, от неё след какой останется. Блин, от этой что-то не так эпично. А сейчас проезжал КамАЗ, прям такой-такой след от него. А дорога, знаете, какая? Еду, включил оба моста. Еду, короче, как будто по этой. По катку. Ну, короче, красиво. Прям зима-зима здесь. Мне нравится сильно. И птички поют. Ребят, день сурка. Как будто. А он, правда, сегодня, кстати, день сурка. Ургант вчера говорил. Снова в луге. И снова иду в Сбербанк. Потому что он здесь рядом. А мне дома далеко ходить до Сбербанка. Я тут все дела делаю. Плачу за всё, что надо. За телефоны, там за фигоны. У них тут так прохладненько. У нас... Ну, вот на дачу я сегодня уезжал. Даже и снега-то нет. И как-то даже утром потеплее было. Хочется в эту церковь зайти. Она, наверное, вся закрытая на реставрацию. Там такая рядом есть. Ну, вы видели в каком-то из логов. Ой, сейчас уже скоро домой поеду. О, Питер. Заеду на дачу котов, покормлю. Заберу шмать её своё. И в Питер вам. Как всегда. Я говорю, день с руками. Ну, что поделать, если так оно и есть. Работа, зараза. Это ж не Крым, когда горы пошёл там. Или ещё что-нибудь, да? Разнообразие. Тут-то одно да потому, одно да потому. Всё, сделал все дела. Я, короче, эти сейчас заплатил. Помните, я вам в прошлом ролике про налоговую-то рассказывал? Заплатил всю эту фигню. Надо всё равно сходить разобраться, что это за две тысячи были уроды. Как они бесят. Особенно своим отношениям они так бесят. Нет бы, говорю, помочь. Объяснить, рассказать. Они даже это с телефона должны делать. Не говоря уже о том, чтобы я приехал в любой офис. Это Лену область, блин. Это даже не соседняя область. А у них там, блин, всё ещё 19 век. Они не могут друг у друга смотреть. Это такой тупизм. Это какие-то там, господи, они там деревянные тупые все сидят, наверное. Или наоборот, хитро выдуманные. Как что-то начислить, так они быстро начисляют. А как ответить, за что это начислили? Это ваши проблемы, говорят. Я просто ещё, ребят, думаю, ролик вообще записать. Может быть, я его даже раньше выпущу, чем этот влог. Нет, наверное, не раньше. Я вам расскажу, какая история у меня в прошлом году была. С 2018 на 2019 год я проснулся. 1 января я увидел, какую задолженность. Всё это у меня заскринило, заснято. Покажу вам, наверное, почему я их очень сильно люблю. Ребята, он на рынке в Луге в МШО ходил. Тут у них, видите, рынок, походу, отапливался углём. Я заехал, тут, короче, орехи, у них по 200 рублей. Сейчас буду орехи покупать. Вон она вся красота. Сапоги, ватники. Наверное, снимать не буду, а то неадекватные, наверное. Как мы брусятся. Вот, видите, всё есть. Тысяча и одна мелочь. А тут, ребят, я вам тоже хотел показать. В Луге на центральной улице есть такие мои любимые, милые деревянные дома с наличниками. Тут каменные вперемешку с деревянными. Это я вон возле рынка стою. А тут возле рынка вот такой приличный дом красивый. Тоже уже один спалили. А вот эти вот меня прям вообще радует. То, что они есть тут. Я пошёл за орехами. Я купил омывайку у неё с машины. Сейчас орехи возьму. Вот, ребята, вот этот пакет. Ну, тут килограмм. 250 рублей. Я ещё новую штуку купил, телефон делать. И мусор с дачи вожу, до сих пор не выбросил. И я уже ем. Грецкие орехи вкусные, всё как всегда. Обожру сейчас грецких орехов. Только что поел и грец... Ну, нет, я не обожжусь, я два. Вот второй ем. Они же говорят, очень полезные. Поэтому я их ем. Завтра ко мне знаете, кто придёт? Ко мне придёт Анечка. Я не знаю, снимем мы с ней что-нибудь или нет. Они с Ариной такие загадочные. Последнее время говорят, давай пообщаемся без камер. И Арина, кстати, тоже в гости скоро приедет. Мы на днях списывались. Здесь Арина говорит, тоже уже всё. Говорит, надо увидеться, что-то рассказать хочет. Вот. Наверное, свои планы на лето хочет рассказать. И мы с ней... Ну, мы в принципе-то с ней уже давно не виделись. По-моему, мы в ноябре последний раз виделись. Да, наверное, в ноябре. Когда мы на самокате катались, всё вроде больше и не виделись. Декабрь, январь, два месяца прошло. Так думаешь, да? Сейчас хоп. Ну, чё, уже январь закончился. Вот сегодня я записываю 31-е. Сейчас же февраль, март. Опять пролетят. Опять это лето пролетит. Господи, как время летит. Капец. Ужас. 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 Ну, ладно. Самое главное, что оно пролетело не к осени, а к весне. Скоро уже весна. Хорошо будет. Тепло. У нас весной солнышко всё равно достаточно больше, чем зимой и осенью. Летом. Вот. Будем гулять. Я, знаете, что хочу? Я хочу... Я почему... Ну, вчера нашёл такую тему. Много же этих... Маяков в Питере... Ну, не в Питере, а в Ленинградской области на заливе. Там в Кронштадте какие-то есть. Ну, вот я не знаю, пускают туда или нет. Мне хочется чего-то такого. Запрещёнки хочется. Хочется полезть туда, куда нельзя лазить. Вот. Васю, наверное, я блатую. Заблатую, чтобы мы слазили. Я уже с весны, наверное, нет. Ни с осени, с весны стой. Всё никак до дачи Фаберже не доеду. Пока её ещё совсем не закрыли. Я думаю, что вот сейчас в такое время года там её особо не охраняют. Надо поехать на север и снять эту дачу Фаберже. Там на самом деле такая история интересная. Они когда всё оттуда повыносили ценные, ну, эти красноармейцы, когда заняли дачу Фаберже, там висели дорогие картины, они в них копьями кидали. А всё такое, ну, ценное вывезли. Ну, куда они вывезли? Причём вывозили всё это без описи, как говорится. И потом они... Нет. Дом, скорее всего, может быть ещё и с описью. А вот когда они нашли внизу в подвале большой сейф, комнату сейф, прям вот с такой дверью, с крутящейся Фаберже, золото, бриллианты, всё делал, у него был сейф в подвале. Они его не сразу нашли, видать, и не просто так его было найти. И вот они приехали, красные, и всё без описи куда-то увезли. Сколько они, да, вот так вот всего без описи полвозили? Ну, в принципе, что тогда, что сейчас, ничего не меняется. И вот этот дом Фаберже всё хереет и хереет с каждым годом. Я тоже говорю, что-то мы там про семейзовские виллы говорим, про крымские виллы. Они, ну, ладно, они там были, во-первых, у другого государства, а во-вторых, ну, никто их не будет делать. Они в Питере, это вот прямо дача Фаберже, это озерки, вот она следом дача Фаберже, то есть практически там метро даже недалеко. Они даже в Питере в исторической, дача Фаберже, потом сколько этих дворцов там в этом, в Ропши, я всё это, Ропшинский дворец вспоминаю, а потом в Петергофе вот этот вот дворец отреставрировали, а в Петергофе там и хреново тучи таких красивых мест. Это всё заброшенное стоит никому не надо. А ну чё-то там про это, про семейзовские, про крымские виллы говорим, так там правда, там другое государство хотя бы было. Тут 20 лет они уже у власти вся, это новая власть, и им всё равно пофигу на всё на это. Смотрите, ребята, я в Лужской, ну, не в Луге, а под Лугой. Видите, снег, 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 вон тут птички топотят, всё истопотили. А тут смотрите, па-бам! Па-бам! Где снег, а тут зелёный, а чё-то уже прям проросло. И я еду вот так вот, много-много зелёных полей. Смотрите, они прямо туда, вдаль зелёные поля уходят. И снег. Офигеть! Тут ещё какая-то дорога из этого, из плит. Мне сейчас некогда, ну, не то что некогда, я спать хочу. Сейчас лягу кеморную немножко, потом дальше поеду. И посёлок вот такой прикольный, здесь столько старых домов, поисследовать бы его, конечно. Я вон себе место выбрал, где. Вот это вот зелёное, прям прикиньте. А где я? А где я? А где я? Я не буду вам даже показывать. Так, слегонца, видите, жирафы. Бро номер один. За кофем я заехал. Так, я в городе, короче, 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 как мне от этого паразита избавиться. Сегодня суббота. На улице, знаете, сколько я сейчас посмотрел? Охренел. На улице минус пять, телефон показывает. Я с перепугу одел тадам, шапку. Но на улице тепло, почему-то ветра нет. А одев шапку, я не подумал, что вот такие джинсы не надо одевать в минус пять. Но я и ходил. Ну, вернее, я и ходил, вышел, а потом подумал, что такие джинсы не надо бы. Слушайте, а на улице вообще тепло, и ветра нет. Мне кажется, что вот сейчас при этих минус пяти теплее, чем при минус одному. Ну, в общем, я приехал вчера, открыл почту, там извещение. Походу, что-то с Али пришло. Я там не дождался перед Новым годом только одного маленького микрофончика, чтобы записывать очень качественные истории. Он должен был прийти, но он не пришел. и, по идее, вроде как я больше ничего не жду. Так что я сейчас иду перед залом на почту. Для меня это будет прям сюрпризом, что там. Я надеюсь, что это тот микрофон. Он здесь у нас стоит тысячу, а там на Али 150 рублей. Какие интересные? Короче, надеюсь, это он, потому что вроде больше я ничего не жду. Если он пришел, то я тогда вам вообще буду такие истории крутые пилить, я имею в виду, они и так крутые. Скромный я, скромный. Но будет там еще крутой звук. Не будет шума ветра. Он такой маленький, и он вставляется в разъем 3,5. Он именно для телефонов. Боя, по-моему, микрофон. И тогда будут сторисы вообще крутяцкие. Крутяцкие. Не будет ветер забивать микрофон. Если это он, пожалуй, я его сейчас и опробую. Но только он, скорее всего, без ветра защиты. А ветра защиты у меня дома есть. Так что сразу, наверное, крутые сторисы. Ну, конечно, они будут крутые, но с не очень крутым звуком. А когда я одену ветра защиты, то тогда вообще все будет круто. Проснулся я сегодня в 9. Я хотел в 9 уже в зал идти. Ну, короче, я к 10 раскочегарился. Но все равно это не в час, а не в два, как я ухожу пораньше. Все, я не буду с режима сбиваться. Буду на выходных тоже вот так вставать. Не буду спать до обеда. Будет вообще круто. Собачка маленькая, он в одежде. Это шаманит. Сейчас вышел, даже не посмотрел, где там машина моя стоит. Слушайте, ну, вот тут на открытых пространствах, конечно, ветерочек чувствуется. Дом, дом год простоял. Все на месте, лепнина все на месте. Качественно, наверное, сделали. реставрацию. Вот им надо где-то, я так думаю, чтобы весь Питер был вот такой вот в хорошем состоянии. Им надо по 10 домов в год делать. Я бы так заставил их делать. Ой, даже вон наверху все лепнина качественная. 10 домов в год. Хотя бы вот на таких центральных улицах, кирочная там еще какая-то, ну, не все 10 там на кирочной, а на 10 улицах по одному дому каждый год. Была бы красота. Все, я на кирочной. Ой, открыто. суббота, утро пусто, обожаю, обожаю это варенье. Вот она, почта наша. Магазин, который я вам показывал, на почте сделали. Короче, ребята, это из налоговой пришло письмо. Даже не хочу его открывать. Ну, надо. Вот она, почта наша. Я сегодня пришел рано на тренировку. Я вам говорил, смотрите, тут все вообще пустой. вообще, что везде. Смотрите. Не души. Ну, там, немножко на эскалаторах есть и все. Спят еще все. Звезды еще не убрали. Ой, мой любимый магазинчик. Тут всякие стойки, всякие дроны. Люблю так позалипать. А кто идет? А кто идет? А кто идет? Привет! Опять ты меня снимаешь? Насколько можно? Привет! Да, всем привет, ребята. Всем привет. Я не знаю, что сказать. Вот она, отшельница. С итальянцами сидела там всю зиму. Да. Сидела всю зиму. И не хотела уезжать никуда. Но ты же сейчас поедешь в Нижний. В Нижний, да. Через три недели пойду в Нижний. До апреля? Почему? До мая. Ты в этом году еще больше там будешь? Почему еще больше? Ну, ты же в апреле. Я обычно езжу на четыре месяца. Ну, ты извини, меня уже три месяца была там, на Сицилии. Ну, я была на Сицилии, а сейчас в Нижний я еду на два месяца всего. Вот. Ты в мае только? Ну, ты в прошлом году в апреле приехала. Да, но я ездила на четыре месяца в прошлом году. А потом я еду на два месяца всего. Ты, короче, приедешь и сразу на работу, да? Я приеду, и у меня это ГОС и защита диплома. Который я еще не села даже писать. У тебя этот год последний уже, да? Да. Но я в Нижний поеду сейчас, при этом я вернусь на четыре дня, потому что у меня тут лицензирование. Потом родное, да. Ты где, мама в прошлом году бегала за тебя, да? Ну, на другое, но тоже. До Казахстана все. Че тебе... На месяц? Я что, буду сидеть в Питере месяц ради того, чтобы... А, я думала, через четыре дня тебе вернуться на лицензирование. А, нет. Это, конечно. Да, месяц в Питере сидеть нет, я не готова. А че это? Зимы же хотела. А где зима? Где снег? Я же не сказала, что я хочу, чтобы было холодно. Я хочу, чтобы было холодно и снег. Меня вот так вот не устраивает. Я три с половиной дня в Питере, я три с половиной дня, я не понимаю, что это за окном? Где солнце? Где хоть один лучик солнца? Вообще, все время вот так вот. Все время вот так вот. Три с половиной дня. Не было ни разу солнца. А, там ты говоришь, всего лишь четыре дня было, по-своему. Угу. За три месяца. Взет. И все в голубое небо. А в нижнем небось еще и снег. А в нижнем снег. В нижнем куча снега. Ты квартиру уже нашла? Я же не ты. Мне бабушкины апартаменты не подходят. Поэтому мне, конечно, это все не так просто. Два месяца снять, я не знаю, что делать. Ну, ты уже... Я здесь-то, я здесь-то сейчас с трудом квартиру нашла. А то хотела съехать в субботу. В смысле, в субботу вчера хотела. Думала, что... Ну, что так, пока я... Пока я тормозила, уже сняли эту квартиру. В итоге все это только восторник. Попробуй тоже, где ты в прошлом году была. В нижнем. Ну, как, Юрс? Ну, слушай, ну, там и так хозяйка не хотела на такой короткий период сдавать. Мне на 4 месяца не хотела. Это была идеальная квартира. Идеальная была квартира. А тут еще на 2. 2 месяца всего. Они сейчас тебе не сдадут, да никто. Это тебе как посуточно надо снимать. Я очень надеюсь, что я все-таки найду на 2 месяца квартиру. Ты за сколько в том году ее брала? За 20, но мне было все включено. Ну, а так, если посуточно, наверное... Посуточно очень дорого. 35 она выйдет. Да, б***ь. Это минимум. Ну, а может дешевле. Ну, если там 1200, 1500, 1500 суток. Ну, это капец, это очень дорого. А если дешевле, то значит, как мы с Лехой жили квартиру? Я смотрела квартиры на Airbnb. Я вообще в шоке от цен. Нет, там есть хорошая квартира. Реально хорошая. И реально за нормальные деньги. По сути, на Airbnb. Но... Они в жопе. Там, где вы с Лехой жили, то для меня это уже жопа. Я живу в этом... На местной дворцовой площади. Поэтому мне нужно максимально. У меня была идеальная квартира в прошлом году. Ну, ты договаривайся. Скажи, я накину еще пару косарей сверху, чтобы шли на уступки. Не, я готова накинуть. Да, я готова накинуть. Конечно. Скажи, а к лету вы ее сдадите по-любому? Летом посуточно могут сдавать? Скажи, я как раз по маю включительно. Так никто не хочет сдавать. Все хотят долгосрочку. Никто же не хочет. Кому нужно посуточно сдавать? Все хотят сдавать долгосрочку. Тогда ты снимай ее надолгосрочно, договаривайся с риэлтором и сдавай ее по суточке. Будет перезарабатывать. Я так не люблю. Ладно, все, не буду тебя мучить. Мне такое не нравится. Потом вырубаю камеру. Мы с тобой потом запишем что-нибудь. О, Господи. Ой, ребят, привет. Вышел я на улицу, в зал собрался. Видите, темно уже. Дождь идет. В общем, вон какая погода. Вчера было минус 5 градусов. Я ночью в клуб с Аней и с товарищами поехал. Был ветер, был снег. Я машину вечером, ночью вчера, мы в 11 поехали, в 12-м часу. Машину откапывал. Вон машина напротив стоит. Короче, снег был. Минус 4, минус 5 где-то было. Прям такая погода мерзопакостная была. Аня по техническим причинам не попала в клуб. А мы были там. В общем, я после клуба домой попал только в 5 утра. Я сегодня лежу, не могу весь день, прям лежу в постели. У меня что-то такое осталось, как будто я гулял. Ну, гулял. Я-то гулял, как будто я бухал. Я ж не пью, но за компанию хожу. И что-то я говорю, сегодня такой разбитый, как будто все созвонились, и все болеют. У меня такое тоже разбитое состояние, говорю, как будто я вчера там виски-колу, королеву танцпола. Время, короче, 9 вечера. Я пошел в зал на воскресенье. Капец, конечно, мы вчера потусили. Но самое главное, я не хотел идти ни в какой зал. Думаю, нет, вот это вот будет как раз, это будет супер, если я преодолею себя, встану, пойду заниматься. Я это еще сказал себе часа в 3 дня, и вот уже 9, и я преодолел себя и иду в зал. Я слышу-то весь день, что по подоконникам, по скосам дождик фигачит. И ну, я думал, что тепло, но не смотрел температуру. Оказывается, уже плюс 4 на улице опять. Быстро так погодка меняется. Уже похоже возраст не для клубов все-таки. Но я еще и говорю. Если бы я взял и часа в 2 уехал, ну, в принципе, я еще в 12 спать хотел, но если бы я в 2 хотя бы уехал, было бы лучше, но не в 5 утра. Пешина, никого нет. А еще только 9 вечера. Воскресенье, даже туристов нет. Турговый центр-то вообще открыт ли, интересно? Конечно, открыт. Слушайте, так тепло на улице вообще. Капец прям тепло, тепло. Ребят, сегодня уже понедельник. Я вам взял все свои документы от налоговой. Паспорт, документы. Иду на разборки. Сейчас будет рыва до потолка. Машин, видите, сколько? Все на аварийках. Всегда. Капец, не пройти прям. Тепло опять. Наволгова инспекция. Сейчас что-то будет. Что-то будет. Буду все записывать. У меня уже целая коллекция есть видео, где они мне что-то предъявляют, потом это аннулируют. Большое помещение, я в маленьком. Нет, там будет, наверное, в 10-м. Ну что, в этот раз обошлось все. Поймаю, попались. Тетки все нормальные, адекватные. Все рассказали. Ну, на самом деле, ничего, конечно, там не решилось. Откуда это все длится? Ну, по крайней мере, они мне подсказали, что делать. Я там на имя начальника заявление написал. И, в общем, они сами уже без меня будут разбираться, что это за фигня, откуда это все висит. Ну, коллекция моих видео, конечно, пополнилась. А мне эта женщина, которая разбиралась, она говорит, идите в пенсионный. А я говорю, у меня уже целая коллекция видео. Я говорю, вы видите, камера стоит? Она говорит, да, вижу. Я говорю, вот я уже второй год снимаю, как вы мне делаете, потом убираете, делаете, убираете. Я говорю, у меня из пенсионного есть видео, где они, говорю, целой толпой сидели, разбирались и к вам в итоге послали. Я говорю, они на меня как баран на новые ворота смотрят и отправляют к вам опять. Короче, написал заявление, прям пошел, взял бланк на имя начальника, под диктовку все написал, отдал и все, вроде нормально. Вот, вот, все. Все, я дома, ребята, в общем, как я сказал, я там на имя начальника написал письмо. Просто, знаете, реально, они, эта женщина нормальная, она такая, знаете, без водилонов, есть же, которые сидят там, пальцы еще гнут. Я в прошлый раз, когда ходил, перед Новым годом, я, по-моему, рассказывал вам, не помню. Третье, четвертое окошко, ну, вот, я в маленьком помещении вам показал, а там еще большое есть. Здесь два окна, а там их восемь, получается, окон. И во втором, и в третьем, одна к другой подошла, и они так мило беседуют. Я говорю, я не понял, а что это мы в рабочее время, и причем, знаете, уже прошло минут пять, и они все беседуют. Мы сидим, ждем, они беседуют. И причем, из всех этих восьми окон работает только три, и два беседуют. Я говорю, я не понял, о чем мы в рабочее время беседуем. Одна такая, ну, вот эта женщина мне тоже сегодня помогла, начала, типа, оправдываться. Ой, да мы же там туда-сюда, а вторая, знаете, такая молодая, видно, что стерва по ней, у нее на лице было написано стерва. Она на меня такая волком глянула и пошла на свое рабочее место, и сидела так, косяка на меня давила. Вы что, королеву? Ткнули? И, а это нормально сегодня женщина попалась, которая разбирается. Она мне такая говорит, ну, я не знаю, говорит, вам нужно, скорее всего, пойти в пенсионный. Я говорю, я был в пенсионном, они тоже ничего не знают. Ну, я не орал ничего, по-нормальному. Я говорю, был, когда последний раз зашел в кабинет, и говорю, там человек 6 сидел, они все искали, искали, ничего не нашли, говорю, все равно к вам послали. Она говорит, я не знаю. Я говорю, ну, вот вы не знаете, они не знают, я тоже не знаю. А кто знает? Она такая полезла дальше искать. В общем, я написал там на имя, будут сами они разбираться уже без меня. Ладно, хоть это меня бесить не будет. Я говорю, они меня так бесят этими своими. У меня уже целая коллекция, я просто не всегда про все это рассказываю, потому что иной раз у меня волосы, как я в январе 19-го года, не этот Новый год, а тот Новый год. Я сидел, монтировал, я все хотел, этого влог в какой-нибудь вставить, но думаю, не буду. Пускай это будет так, уже когда что-нибудь припекю, так и сделаю. Вставлю. Вот самое такое большое было в 19-м, они мне почти 200 тысяч долго прислали. Представляете, мое хорошее настроение новогоднее, причем я вскриню перед каждым Новым годом, хорошо, что я вскриню этот личный кабинет, что у меня нет никаких задолженностей, там туда-сюда-сюда. А 1 января почти 200 тысяч. Ну, тогда они у меня отхватили все дружно. И пенсионная, и налоговая. И, в общем, сейчас опять. Я говорю, то ИП уже закрыто в 100 лет. В 15-м году это по фотографу. Я фотографом на Риске открывал ИП, и как будто с того все тянется. Ладно, все, проехали через это. И знаете, что хотел показать вам? В посылку-то я так и не показал, а шматя уже половина на даче, говорю, половина я уже ношу, А еще мама мне вот кого прислала. Мама сама. Я его, в общем, не достаю из мешка. Ну, сейчас мне придется камеру поставить. В общем, я его не достаю из мешка, потому что мама его напшикала своей туалетной водой, и он пахнет мамой. И чтобы он не выветрился, запах, я его держу в пакете. вот мама какая затейница. Видите, что следующее? Мама затейница. Ой, прям мамой запахло на всю кухню. Вот такого Санту мне прислала. Видите, у него еще колпачок снимается. Это мама все сама делала. Ой, эту бороду еще мама и вязала крючком, что ли? Вот такой прикольный Санта. Мама говорит, я хотела, чтобы ты его в Крым с собой взял. Ну, он лежал где-то на почте в Новый год. Ну, вот он у меня. Я все хочу его показать, да все забываю, потому что он лежит в мешке на полке. И я забываю про него. Ладно, ребят, все, я на этом закончу этот влог. Спасибо, что его посмотрели. Подписывайтесь на канал, на влоговый, на основной. Кстати, я вот сейчас скажу, этот влог должен выйти в среду. Сегодня понедельник, а в среду выйдет. Я в пятницу, скорее всего, загружу первый ролик. Там, по-моему, два или три ролика получилось из похода по большой Севастопольской тропе у нас со Светой. Я загружу этот ролик первый. Он выйдет в пятницу. А влог с дороги, с этой, потому что я и влог снимал, и влоги снимал, и ролики снимал. Ролик в пятницу, а влог будет в субботу. Так что вот. Крым... Ролики сейчас я старые делаю, потому что январь у меня был прямо вот так вот. В принципе, я ничего не снимал нового. А Крым... Ну, тоже такие. Мне тоже мои пишут подписчики. Ой, у тебя и билдер, там еще сколько помним роликов интересных. Мне же их тоже жаль. А они сейчас по сезону подходят. Я так, то, что зимой, феврале снимал, то и выкладываю. В общем, будет новый ролик в пятницу. Влог из Крыма тоже будет в субботу. Вот. Ладно, все. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели этот влог. Подписывайтесь на канал, на основной, на этот влоговый канал. Ссылки в описании. Лайкайте видео. С вами был Игнат. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok